Привет, друзья! Сегодня с вами говорим про максимальную производительность мозга и как добиться того, чтобы ваш мозг очень круто, классно, быстро работал. Прямо многие мечтают. Продукты для максимальной производительности мозга существуют ли? Конечно, существуют! И я сейчас назову вам топчик, который реально заходит и реально работает. И во многих случаях, когда мы с вами говорим про топчик, это те продукты, которые создают вам длительное когнитивное здоровье. Конечно, многие думают о том, что мозг настроен таким образом, что ничего уже не поделать, но на самом деле мотивировать, двигаться, творить и оставаться в прекрасном расположении духа и в течение всего дня мы можем при помощи продуктов. И, соответственно, если мозгу хорошо, то человек в отличной форме, он много и с удовольствием двигается, питается спокойно, без тяг, хаоса, срывов, его не кидает. И для меня вообще нервный, тревожный, агрессивный человек, это очень часто из разряда нужна помощь в питании. И отчасти я могу сказать сразу, баланс никто не отминал. Те продукты, которые я назову, должны стать достойной частью чистого вашего питания. И, конечно, я уверена, вы включаете их в рацион на постоянной основе и видите кучу положительных эффектов. Первое, конечно, это дикая холодноводная рыба, печень трески, печень ментая. Чем выше уровень содержания омега-3 в продуктах, тем полезнее его влияние на уровень энергии и концентрацию внимания. Я считаю, что с сырой рыбой не может быть никаких либо ограничений. Ее можно готовить хоть каждый день. А вот с печенью будете поаккуратнее. Это чистейший жир. Хоть и полезно, а нагрузка на печень, поджелудочную железу и желчный весьма серьезная. Кстати, консервированная печень трески, она вообще не содержит ничего, кроме соли и печени трески. Рафинированного масла там нет. И другой момент. Обязательно-обязательно включайте крестоцветные овощи. Брокколи, белокочанная капуста, цветная капуста, брюссельская капуста, руккола. И механизмов очень-очень много. А вот другой момент. Чистота в организме. Первое условие для нормальной выработки нейротрансмиттеров. Для здоровья мозга и для нервной системы. То есть, когда мы с вами говорим, вот чувствую грязно себя как-то, чувствую грязно. Бывает это продукты распада, метаболиты попадают в кровоток. И человек такое вот чувствует. Зеленый чай, не все реагируют на этот напиток однозначно. У кого-то сразу снижается давление и появляется слабость. Но для мозга качественный зеленый чай как раз таки является отличным подарком, который содержит полифенолы. И тианин способствует концентрации внимания, оказывает при этом антистресс эффект. Также, если мы с вами говорим про яйца, если бы их не оказалось в списке, наверное, вообще было бы все плохо. В своей группе, да, я рассказываю про продукты, которые нужно на ежедневной основе тоже включать. И вот эта частичка оттуда. Если бы, если бы, если бы не яйца, как говорится, что бы мы делали. Там холина много. Я считаю, что нельзя отпускать ребенка в школу, загрузив его пустой кашей или фруктами. Обязательно дать что-то, что содержит белок. И другой момент, когда мы с вами говорим про сценарии жизни, то многие не учитывают, что продукты откликаются мозгу. То есть некоторые говорят о том, что нормально, нормально. Нет, многое ненормально. Переедание ставит крест буквально на всех целях здоровья. Если мы будем исходить из приоритета энергетического баланса, то есть в среднем баланс, который вы должны поддерживать. И для мозга это тоже важно. А другой момент, вопрос. Стоит ли вообще включать все сразу, что я назвала. И крестоцветный, и печень. Печень это альтернатива яйцам. Примерно тот же по эффектам состав питательных веществ. А снова много холина и витамина А. Качественный белок, эти продукты очень взаимосвязаны. И орехи сюда же. И шоколадом все это заедать. И горьким. И зеленым чаем запивать. И крестоцветные сверху. И свеклу добавить. Может позвучать непривычно, но соединение в ней, они влияют на очищение организма. И вот если все это намешать, представляете, будет мусорная бомба. Поэтому я считаю, что лишняя еда тоже отравляет. Поэтому повод задуматься. Даже самые продукты, полезные для мозга, не всегда полезны, если они вовремя не используются. Поэтому старайтесь поддерживать в тонусе себя. И что это значит? Это значит работать полностью, полностью для мозга. А не для того, чтобы он просто забивался. И в следующем ролике я говорила, насколько для мозга важен баланс сахара в крови. И если этот баланс часто нарушается, организм испытывает такой большой уровень стресса. Если вам полезны мои видеоролики, то пожалуйста подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы. С радостью вам отвечу и дам обратную связь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok